Спонсор передачи «Город женщин» – меховые салоны «Торнадо». Добрый день! В эфире «Город женщин». Сегодня пятница, а это значит с вами вновь Юлия Федорова, Саргалана Амосова и Юлиана Ким. Сегодня мы подарим вам заряд позитива. Пятницу перед долгими выходными. Пятница – это особенный день. День, когда мы можем остановиться, оглянуться по сторонам и быть самими собой. И, возможно, именно сегодня вы откроете в себе новые грани. Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на телеканалах НВК САХА и САХА-24. И надеемся, что сегодняшняя передача откроет для вас много интересных фактов, о которых вы раньше не знали. Многие задают себе вопросы. В чем же мое предназначение? Как достичь внутренней гармонии и не поздно ли все поменять? Сегодня мы постараемся разобраться, почему возникает потребность перемен и как достичь внутренней гармонии. Путь к себе – тема сегодняшнего эфира. Вы знали, что в женщине существуют две энергии – мужская и женская. Женская энергия – это энергия покоя и наслаждения, а мужская – это энергия борьбы и достижений. Действовать по принципу «я сама» – это мужской путь. Позволять мужчине заботиться о себе – это женский. Мужская энергия помогает достигать результатов и добиваться каких-то целей. Что такое женская энергия, как ее найти и почему же она так важна? Об этом нам расскажет гостья, которая помогла многим женщинам обрести гармонию в личной жизни и не только. Расскажите, пожалуйста, о женской энергии. Начнем с того, что все в этом мире, вся Вселенная пронизана энергиями. То есть помимо того, что женщина в современном мире должна духовно понимать, что она тоньше, чем мужчина, и что она действительно носительница женской энергии, энергии и творческой энергии, но она должна также и понимать, что эти энергии где-то в астрологическом могут быть немножечко нарушены или гармоничны. Она должна разбираться в этом более детально. А как найти эту энергию, чтобы ее хватало на все сферы деятельности? Первое, что женщина должна понимать, что она становится женщиной и увеличивает свою энергию, когда она любит, когда она дарит свою любовь. Вот тогда ее творческая, ее женская энергия усиливается стократно. Так что женская энергия – это такой мощнейший инструмент, который, в принципе, по большому счету, наверное, спасает этот мир, держит его в рамках. А вот скажите, пожалуйста, почему одним женщинам везет в любви, в работе, а другим нет? Конечно, на все, как говорится, судьба и карма. Но ее можно изменить, это однозначно. Есть методики, которые работают и работают в иных ситуациях вообще мгновенно. Просто вот от мысли женщины зависит все. То есть все, что происходит с человеком в жизни – это результат его мыслей, помноженной на его чувства. Как работает твоя мысль? Начать фильтровать свои мысли, так сказать, и заменять ее на более позитивные, и видеть результат, что она действительно притягивает. Тогда можно понять, что этот мир, он вообще волшебный. И что, по большому счету, мы все получаем лишь то, что мы заслуживаем. Мантры, медитации и различные аффирмации, возможно, действительно способствуют исполнению желаний. Именно они могут помочь развить в себе ту самую женскую энергию, которая так необходима в попытках обрести счастье и уверенность в себе. Я рекомендую вам каждый день смотреть передачу «Город женщин», потому что в ней подняты вопросы насущные всего общества. Вы можете получить практические советы о воспитании детей, о решении конфликтных ситуаций в школе, на работе или с мужем. И помогут вам в этом мудрейшие, прекрасные женщины. Сегодня у нас в гостях невероятная женщина, предприниматель и просто девушка-птица Виктория Медведева. Виктория, здравствуйте. Добрый день. Расскажите немножко о себе и о своей семье для начала. Немножко о себе. Я, наверное, тот человек, который всю жизнь развивается. Например, еще с детства я увлекалась пением, танцами. Потом в более старших классах, наверное, это называется политика сейчас, политикой занималась, со временем бизнесом. Спортом занималась я всегда. Это было мне интересно, потому что, когда ты ставишь цель, идешь к ней, это в дальнейшем очень многому не пригождалось, не раз. Я всегда добивалась цели, которые я ставила. Вот в данный момент я занимаюсь бизнесом и стала единственным, да, не единственным, наверное, первым парашютистом-инструктором в городе Якутск. А с чего это все началось? Ну, это была моя мечта. Я всегда хотела прыгнуть с парашютом, преодолеть себя, прыгнуть в небо, ощутить этот полет птицы как-то. Это всегда было интересно. И три года назад я осуществила свою мечту, прыгнула первый раз. Сначала ничего не поняла. Мне говорят, ты тогда прыгни еще раз, тогда поймешь. Я прыгнула второй, третий раз. Мне было сначала страшно, потом это было буквально секунды, вот когда ты выходишь с самолета в никуда, когда вот ты привык ходить по земле потвердо, а тут вот нужно выйти куда-то, где нет опоры. Когда ты болтаешь ногами и руками, а потом поток тебя подхватывает, и ты чувствуешь себя, правда, птицей. Когда ты расставляешь руки и ощущаешь этот поток, где тишина. А что же стало прямо отправной точкой? Потому что вы прыгнули только вот три года назад, да, получается, а хотели этого всю жизнь? Да, ну это была одна из моих мечт, да. У меня было много мечт, которые я все воплотила в жизнь. В данный момент у меня есть новые, другие цели. Отправная точка, я не знаю, ну, это всегда было. Что вот щелкнуло у вас? Щелкнуло? Да не было, наверное, такого щелка, но просто это всего хотелось. Я смотрела по телевидению, когда были соревнования по парашютному спорту, когда вот они собирали формацию в небе, когда много-много парашютистов, они собирали фигуру, устанавливали мировой рекорд. Я думаю, блин, я тоже хочу, но неужели я не смогу? Вот. Когда у меня появилась возможность, я переехала с СУС, с поселка Масоголов, у нас там этого не было. Здесь, в Якутске, эта возможность появилась, и я, соответственно, сразу ей воспользовалась. Ну, вы говорите, что вы постоянно развиваетесь, да? В чем заключается ваше саморазвитие? Мое саморазвитие развивается, ну, как, в разных, да? То есть я говорю, это и политика, и спорт, это бизнес, это уроки красоты, это танцы, то есть вот многие грани. Я считаю, что вообще каждая женщина, для того, чтобы она себя чувствовала целостной натурой, она должна вот себя собирать как бы по маленьким кусочкам, чтобы вот не нужно достигать там вершин огромных, стать там чемпионом мира или еще что-то. Просто необходимо взять, попробовать сделать, получить какой-то результат, и в этот момент как раз появляется новая черта характера, новая грань, как у бриллианта. Мы сами себя ограняем, то есть вот чем больше мы, познаем, тем красивее мы становимся, да? Вот как бриллианта мы играем больше, ярче. И, соответственно, женщина, которая многого достигает и интересуется очень многим, она более счастливая. Если раньше для меня было вот на первом месте я, мое развитие, потом работа, потом семья, то в данный момент уже вот я, мое развитие, потом моя семья, потому что это то, куда я прихожу всегда. И уже потом работа. И вот это, наверное, правильно. Конечно, мне понадобилось больше времени, наверное, чем нужно было на это. Но тем не менее, вот в данный момент я считаю, что я счастлива, я счастливая женщина, потому что я многого добилась, и я еще буду учиться многому. И я яркий пример для моих детей. У меня две девочки, и они мной гордятся, и меня всегда поддерживают. Они не хотят стать тоже экстремалами, парашютистами? Каждая дочка у меня совершила несколько прыжков с парашютом. А сколько ей лет? Старшая у меня 21, младшая 14. Старшая сейчас вот она закончила Иньяс и поступила, как вот она и хотела, в школу. И она обучает детей английскому, китайскому. А можно узнать, вот со скольки лет, получается, вот дочке вашей 14, да, со скольки лет можно прыгнуть с парашютом? Вот в Досафе можно с 14. У меня дочка вот младшая в Досафе прыгала. А так как мы сейчас создали центр парашютной подготовки, то по гражданским документам мы можем только 16. Но, тем не менее, я думаю, что два года можно подождать и совершить вот прыжок. Потому что очень много приходит девушек, юноши, которые хотят прыгнуть с парашютом. Для них это чаще всего, это я спрашиваю, когда я перед тем, как их обучать, я спрашиваю, почему вы это сделали, для чего вы пришли. И очень многие говорят, мы хотим преодолеть себя. И второй ответ у них, это мы хотим почувствовать что-то новое, узнать, вот неизведанное. Потому что для человека это все-таки не свойственно по небу летать. Но этого очень хочется. Это даже Икар хотел. Давным-давно хотел летать, как и все мы. Виктория, мы знаем о вашем увлечении парашютным спортом. Но у вас есть и не менее захватывающие увлечения. Расскажите, пожалуйста, о них. Чем вы еще увлекаетесь? Я увлекаюсь сноубордом. Причем крайние три года плотно достаточно. Дайвингом, мотоциклетным спортом. И не просто так вот, что на выходных... То есть почти все экстремальные виды спорта вы охватили. Дайвинг тоже. Единственное, что у нас в Якутске с дайвингом немножко сложно. Приходится куда-то выезжать, но тем не менее это очень интересно, увлекательно. И каждый вид спорта именно экстремальный. Как говорят многие психологи, что экстремальный вид спорта... Почему этим занимаются? Потому что есть какой-то определенный гет у человека, который помогает, заставляет человека именно идти к этому. Адреналин? Наверное, адреналин. И, скорее всего, это что-то познание нового, неизведанного. Это присуще каждому человеку, я думаю. Познать что-то новое и неизведанное. А какой вид спорта вас больше всего увлекает? Или все наравне? Больше, наверное, сейчас парашютный спорт. Потому что я сейчас как раз начинаю входить в маленькие формации, когда мы вдвоем в небе, фигуры определенные дела. А хочется 3, 4, 5. И буквально вот в конце сентября в Москве был создан новый рекорд по формации. Может быть, вы смотрели? Несколько человек. Там более нескольких сот человек. Несколько сот. Это вот красивые фигуры, да? Это красивые фигуры, когда очень много парашютистов собирается в фигуру, держат, перестраиваются. Геометрические, да, фигуры какие-то? Это очень красиво. Это очень сложно, конечно. Мне стало интересно, прыжка от самого расстояния до земли, это сколько минут человек проводит возле невесомости? Да, все зависит от того, если, допустим, это перворазник, то они прыгают с высоты 900 метров, общий прыжок у них занимает где-то 3 минуты. И как раз вот самое такое страшное, это первые 3 секунды, когда ты отделяешься от самолета, считаешь 3 секунды, 221, 222, 223, дергаешь кольцо, открывается купол, и замедляется твоя скорость, ты зависаешь. И о чем думаешь в этот момент? Кто-то говорит, что у них вся жизнь пролетела перед глазами, а кто-то говорит, я настолько был оглушен тишиной, потому что там наверху нет никаких звуков, там, тихо, тихо и безумно красиво, просто безумно. У нас, мы видим всю землю, вот, с земли мы видим одно, а когда мы смотрим сверху, все... Спасибо, Виктория. Мы сейчас прерываемся на короткую рекламу, после которой сразу продолжим разговор с Викторией. Я напоминаю, что у нас в гостях парашютист-инструктор, байкер, страйк-баллист, сноубордист, бизнес-вумен и просто очаровательная женщина Виктория Медведева. Виктория, расскажите, а как ваша семья относится к столь экстремальным видам спорта? Замечательно, потому что мой супруг, он сам парашютист-инструктор, у него более полутора тысяч прыжков. Он этим занимался и в Хабаровске, и здесь в Якутске помогает, вот, совместно с Федерацией парашюрного спорта. Мы развиваем, потому что здесь у нас в Якутске немножко, наверное, либо мало информации было, либо еще что-то, но он был не настолько популярен. В данный момент у нас стоит основная задача, это чтобы мы уже создали команду, мы ее обучили, мы готовы были выступать на соревнованиях в Атулино, но, к сожалению, эти соревнования отменили. И вот мы сейчас совместно с Министерством спорта, совместно с Федерацией парашюрного спорта, соответственно, мой супруг, мои дети, они все участвуют в этих процессах. Мы как раз вот идем к тому, чтобы участвовать в соревнованиях, которые будут где-то в ноябре. А как родители ваши относятся? Мама ко мне всегда относилась с пониманием, и она всегда говорила, Вика, если ты хочешь попробовать это, необходимо это сделать. Почему? Потому что если ты этого не попробуешь, то ты никогда не узнаешь, получилось у тебя или не получилось. Даже если не получилось, ты всегда себе скажешь, я попробовал это сделать, и пусть у меня не вышло то, что я хотела, но я приобрела определенный опыт. Виктория, а можно поинтересоваться? Мне всегда было интересно. Мы живем в таких климатических условиях, когда у нас бывает то, что из-за окна минус 50. А вот до какой температуры можно совершать прыжки? Мы прыгаем до минус 30. В данный момент у нас пока еще прыжки идут. На этих выходных у нас прыжковая смена как раз. Как показала практика, в том году мы до конца октября прыгали, а начали прыжки с февраля. Виктория, скажите, пожалуйста, есть какая-то определенная территория нашей страны, где разрешаются прыжки с парашюта? Ограничений нету. Мы прыгаем и по России, и вообще по всему миру. Каждый у нас инструктор имеет международные сертификаты категории А, Б, С, которые разрешают не только прыгать, но и преподавать по всему миру. А какие ограничения по весу есть? У меня подружка, она просто маленькая, миниатюрная, она хотела бы прыгать с парашюта, но говорит, что меня, наверное, ветром снесет. Ну, вообще есть, конечно, определенные ограничения от 48 до 100 килограмм, но когда нехватка веса, там, допустим, 44-46, есть специальные пояса-утяжелители. Их одеваем, и спокойно вы делаете прыжок с парашютом. Виктория, а где вы берете самолет? Мы сотрудничаем с авиакомпанией, мы заключили с ней договор, причем эта авиакомпания, видимо, тоже очень заинтересована в развитии спорта, потому что они нам дают час по очень льготной цене. Таких цен в России нет вообще. Вот, благодаря этому как-то вот... Спасибо. Спасибо, Виктория. Не каждый отважится вот так преодолеть свой страх, да, и прыгнуть с парашютом. Мы желаем вам дальнейших успехов и всего доброго. Спасибо. Удачи. Всего доброго. Действительно, наша жизнь – это как блуждание в лесу. Уверенность открывает нам путь, по которому нужно идти. И вот если этой уверенности нет, то мы будем стоять и топтаться на одном месте, да? Так как же найти нам свой путь и не ошибиться? Вот у меня в жизни был такой момент, когда мне стало казаться, что надо что-то менять, да? А как говорится, когда кажется, это совсем не кажется, значит, пришло время. И тогда мне попались на глаза курсы Надежды Долбараевой. И сегодня для наших дорогих телезрителей Надежда ответит на одни из самых популярных женских вопросов. Ну, да что бы, может быть, у меня хорошего? У старой, одинокой, больной женщины. На вечеринку? Да нет, ты что? Не-не, не хочу. Да я в прошлый раз ходила уже, платье новое купила, только время и деньги потратила. Не-не. Какая конференция, Люд? В нашем городе нет нормальных мужчин. У меня Игры престолов тут, слушай, зима уже близко. Пиццу привезли, и все, давай, пока. Привет, достойные. С вами Надежда Долбараева, психолог, коуч, корпоративный и бизнес-тренер компании Top Global 4C500 Чикаго. Мы с вами обсуждаем вопросы, связанные с психологией отношений и бизнесом. Первое сообщение мы получили от Марии Петровой. Отсутствие семьи и детей – это нормально? Могу ли я считаться полноценной женщиной, если у меня в 40 лет ни семьи, ни детей? Категоричный вопрос по отношению к себе любимой. Полноценной нас не могут сделать отсутствие или наличие мужа, детей, брата, зятя, руки или ноги. Мы с вами полноценны уже с самого момента своего рождения. А поднятие нормы вообще относительно. Если это ваш выбор и вам нравится жизнь, вы счастливы, то для вас это норма. Если же вы хотите искренне завести себе отношения и завести семью, то тогда вам необходимо стать достойной женщиной. Кто такая достойная женщина? Это женщина умнеющая одновременно пребывать в трех ипостасах. Первое, конечно же, физическое – это то, как мы выглядим, как мы преподносим себя, как мы говорим, с какой мимикой, с какой улыбкой. И как мы можем показать квас в постели. Второе – это мы как муза. Вдохновляем ли мы окружающим? Можем ли мы дать им энергетический посыл и страсть к жизни, достижения новых высот? И третье – это рубаха-парень. Может ли ваша вторая половинка быть уверена в вас, как в партнере? Если вы одновременно можете пребывать в этих трех ипостасах, то вы достойная женщина. И конкуренции у вас будет очень мало. Потому что чем выше вы поднимаетесь по уровню достойности, тем конкуренции меньше, потому что достойных мужчин гораздо больше. Я желаю вам любви в Арии, и пусть ваш лайф будет кайф. Оказывается, когда мы конкретно формулируем цель, то мы видим, к чему идти. И мы четко идем туда, ставим себе задачи, прядь заливаем их и достигаем своей цели. И, как говорят психологи, нужно разрабатывать себе карту желаний. Она действительно работает, действительно помогает. Я думаю, нам сейчас в этом поможет Юлиана с своей рубрикой «Фабрика идей». У каждого человека есть мечты, которые ему хотелось бы осуществить. Многие ломают голову над тем, как же это сделать. Предлагаю вашему вниманию один из интересных способов. Карта желаний – это уникальный инструмент, который позволит людям добиваться того, чего они хотят. Сегодня я расскажу вам, как правильно ее сделать. Итак, в данном случае мы задаем себе конкретные образы и желания. Так мы программируем себя на определенные действия. Вместе с этим в нашу жизнь приходят нужные люди и нужные события. Я хочу начать с сектора. Вот наша карта желаний состоит из девяти секторов. Посередине сектор называется «Здоровье». А можно спросить, обязательно только вот эти девять секторов? Ну, вообще, такую карту предлагает фэн-шуй правильно сделать, да? Но я думаю, что ее можно и сделать более подробно. Допустим, каждый сектор, еще отдельно разделить, еще на несколько секторов, чтобы конкретизировать ваши цели. Итак, на карте «Здоровье» вы можете разместить свою фотокарточку. Желательно, чтобы вы в это время находились в хорошем расположении духа, чтобы она была у вас не старая, и, то есть, которую вы сделали недавно. А можно туда разместить и семейную фотографию, допустим, чтобы здоровье было и у детей, и у мужа, родителей? Ну, я думаю, что да, можно здесь с краешку сделать. Следующий сектор, это у нас, значит, под сектором «Здоровье» находится сектор «Финансы и карьера». Здесь вы можете разместить то, чего бы вы хотели достичь в своей профессиональной деятельности. «Финансы», то есть, это вы можете сюда приклеить картинку, допустим, вы хотите купить себе новую кухню, новый автомобиль. И когда вы, значит, указываете здесь свои желания, вы непосредственно говорите только о себе. То есть, я богатая, а муж разбогатеет, это не будет работать. Вы должны указывать только те желания, которые будут относиться только к вам. Юля, вот я знаю, да, то, что карта желания – это на самом деле не магия, там, не волшебная палочка, это на самом деле расстановка жизни вот по полочкам, да. Мы, наконец-то, отделяем какие-то вот цели, да, которые для нас важны и, ну, настраиваем себя на то, что мы к ним идем, а затем вот разместив эту карту желания, допустим, на видном месте, мы можем ежедневно контролировать, насколько наши планы сбылись. Да, это как программу ты себе делаешь, да, вот некоторые же ходят гадалком, она потом вот программирует, и они живут по этой программе. Да, мечтать – это одно, а что-то сделать вот действительно, чтобы действительно работало – это совсем другое. Следующий фактор, следующий у нас сектор – признание личных достижений. Здесь вы можете приклеить картинку дипломов, медалей, кубков, то есть какие-то ваши личные достижения, либо грамоты, которые вы хотите получить в будущем. А туда вот не войдет, допустим, я хочу прыгнуть с парашютом или еще что-то, или это другое? Ну, я думаю, что сюда тоже можно сделать. Это же тоже как достижение. Да, ну, наверное, следующим сектором это будет творчество и хобби, это то вот ваше увлечение, то, чем вы хотите заниматься. Почему в этом секторе еще указаны дети? Я объясню. Многие женщины считают, что они реализовываются тем, что у них появляется ребенок. И я считаю, что тем женщинам, которые хотят, чтобы у них появились дети, можно сюда вот приклеить картинку с ребенком. Следующий сектор – богатство. Ну, здесь понятно, да, что здесь размещаются деньги. Следующий сектор – друзья и благополучие. То есть, если вы хотите иметь много друзей, тоже усиливайте этот сектор картинками. Знание и мудрость. Что это за сектор? То есть, это то, чем вы сами вот ваши повышаете, вашу вот, как сказать, самообразованием занимаетесь. Можно сюда глобус, книги. Так, потом про что еще не сказала? Путешествия и помощники. Это самый нижний правый сектор. Сюда не бойтесь смело приклеивать фотографии, допустим, Европы, куда вы мечтаете попасть. Да, покровители – это те люди, например, ваши родители. Ваши родители, которые вас оберегают и вас защищают. Ну вот, все. На этом все. Юлиана, а куда можно повесить эту картину? Эту картину желательно повесить в спальню, чтобы вы просыпались и засыпали, глядя на нее. Мы продолжим сразу после рекламы. Не переключайтесь. Сегодня я хочу вам показать, как сделать подушку антистресс. Для чего же она нужна? Вот вы часто наверняка замечаете, что приходите с работы усталыми, раздражителями. Я сегодня предлагаю вам сделать подушку. Для этого нам понадобится кусок белой ткани, значит, ножницы, контур по ткани черной, иголки с ниткой и мята. Также вот нам нужна бумага для того, чтобы сделать шаблон. Мы сделали шаблон. Юлиана, а скажи, для чего мята? Мята я вам расскажу. Она нужна будет, мы ее потом положим в подушку, и она будет обладать успокаивающим свойством. Я думаю, с чем связана подушка и мята. Да. Ну, у нас подушка антистресс. Для того, чтобы сделать такую подушку, нам нужно наложить шаблон на ткань, обвести. Вот есть специальный такой фломастер, который самый исчезающий, маркер для ткани называется. Вы можете им пользоваться, он очень удобный. То есть вы нанесете, и он исчезает, а карандаш может остаться, и будет некрасиво видно. Затем нужно будет оставить 0,7 мм для выпуска, чтобы потом нашу подушку сшить по контуру, оставить немножко зазор, чтобы потом поместить туда синтепон. Синтепон – это наполнитель для подушки наш. Ну, а пока я буду делать, я предлагаю вам продолжить. Спасибо, Юлиана. Продолжим нашу тему. Путь к себе, я думаю, начинается с самого рождения. Именно с детства, да, мы начинаем загадывать, кем мы станем во взрослой жизни, начинаем мечтать, я буду тем, этим. Сарглана, вот ты кем хотела быть в детстве? Ой, в детстве я прямо очень хотела стать учителем и балериной. Да, и я, наверное, тот счастливчик, у которого мечты сбылись. Я в 10 лет поступила в хореографическое училище, я там отучилась, затем я работала в театре и посвятила этому прекрасному виду искусства более 10 лет. А дальше? А дальше я искала себя. И сейчас вот я хотела быть учителем, да, и тоже это случилось. В середине октября у меня начинаются мои курсы, да, я их провожу, где я буду рассказывать всем ученикам, делиться секретами продвижения в социальных сетях. Виллианна, ты кем мечтала быть? Я мечтала быть дизайнером. Ну, у тебя практически все сбылось, да? Да, почти. Потому что это как бы хобби. Я считаю, что каждой женщине необходимо хобби для того, чтобы заниматься чем-то вот именно для себя, чтобы успокаиваться, чтобы проводить время, вечерние часы. Ну, мечты не у всех сбываются. У меня, например, моя мечта так и осталась, мечтой несбыточной. Я мечтала стать учителем. Мечтала-мечтала. Ну, думаю, может быть, через лет так 10-15 стану преподавать. О чем же мечтают современные дети? Давайте узнаем. Давайте. Спонсор рубрики «Развлекательный центр Мандарин». Я хочу, когда я выросла, я хочу быть мамой. И мне надо собаку. Когда я выросла, я хочу стать полицейским. Я очень обожаю собак. Когда выросла, я хочу стать врачом. Да, чтобы лечить. У доктора есть маска. Халат. Хочу стать строителем и водолазом. То есть сначала я буду строить дома, когда построю уже прям воду. Хочу стать директором. Потому что мне мама это предлагает. Но я хочу стать парикмахером. Но я все не решаю. Хочу стать, который сидит с маленькими малышами. Я видела, как мой братик спит. И мне понравилось. Он так мило спит. Ой, а какая ты для нянька будешь? Ребенок все время спит. А ты что, будешь просто сидеть? Нет. Я буду писать смс с кем. Я пока не знаю. И когда вырасту, наверное, справлюсь. Ну, можно что даже искать. Все такие вещи интересные. Полицейский, он служит за порядком. Я буду хорошим врачом. Такие не смешные, да? Хотят стать няней. Я в детстве вообще даже о таком мечтать не могла. И подумать не могла, что бывают няни. И там писать какие-то смс. Да, современные дети вот у нас так размышляют. У меня мой сын Слава, он мечтает стать скульптором. Но в детстве он, когда было совсем, ну, еще поменьше, он называл себя таким смешным словом, липунчиком. Он очень любит липидис пластилина. И я веду его страницу, специально создала для того, чтобы в памяти остались именно те работы, которые он делал. И вот уже в течение двух лет они у меня сохраняются. Получается, виртуальный дневник. Я также советую родителям вести страничку для своих детей, для того, чтобы в будущем они смогли посмотреть на себя, какие они были маленькие, какие у них были достижения. Выпускной, утренник, ну и так далее. Как здорово, да? Интересно. Ну, пока мы беседовали, к нам присоединилась гостья, очаровательная девушка, которая хотела все поменять в своей жизни и в один прекрасный день отправилась в поход. Саргалана Михайлова, встречайте. Саргалана, расскажите о себе. Вначале расскажите о своей жизни, о своей профессии, о путешествии мы оставим попозже, расскажем. Профессия моя очень сложная, ответственная. Я на госслужбе, поэтому, наверное, это накладывает какой-то отпечаток и хочется больше эмоций, больше каких-то ощущений, может. Поэтому, наверное, отчасти я и занимаюсь туризмом, хожу в походы, потому что на природе всегда находишь какую-то гармонию. То, чего, может быть, не хватает в нашей суетной жизни, где отчеты, планы, телефоны, собрания, совещания. С чего начинается ваш поход? Ну, вообще, вот в 2014 году у меня был такой сложный период в жизни, вот именно в этом году я начала, первый раз пошла в поход. Это было второе высшее образование, диплом, ремонт. Сын у меня поступал в этом году как раз. Была небольшая операция. В общем, все, как и так сложилось. И после всего этого хотелось, какого-то эмоциональной разрядки хотелось. И я вот в поисках того, чем бы мне заняться, где провести отпуск, искала, искала. И вот в интернете нашла Михаила Месникова объявление, что он соглашает в поход. Но это был сложный поход, я очень сомневалась, выдержу ли я. Потому что нужно было все на себе нести, рюкзак 20 килограмм, 20 дней. Ну, как выяснилось, если человек очень хочет, если у него есть какие-то внутренние силы, энергия, чего-то достичь в своей жизни нового, то это преодолимо. У нас было 7 девушек. Ну, так получилось, что одни девушки пошли. И все так достойно держались, не было ни слез, ни истерик, ничего такого. Хотя было очень сложно. Действительно, главное это захотеть, да? Да. Вы говорите, вот девушки были с вами, а вообще много девушек ходят в поход? Ну, так получается, что в нашем туризме в якутском основном девушки. Ну, мы думали об этом, да, разговаривали, наверное, потому что мужчины же у нас добытчики, у них больше охота, рыбалка, да, это их. А походы, это вот, наверное... Они, наверное, интересуются, что вы там делаете, если вы не ловите рыбу, да и не ходите. Они же нас не берут с собой на рыбалку и на охоту обычно, вот, а нам же тоже хочется своей доли приключений в этой жизни. Ну, а вот вы, девушки, например, да, а если вы потеряетесь в лесу? Ну, вообще, с опытом, конечно, приходит и знание местности. У нас всегда есть карта, всегда есть спутниковый телефон и есть, конечно же, надежная команда. Ну, инструктор. Конечно, первые походы мы ходили с инструктором, с опытным человеком, потому что это походы в основном по северу, Момский, Аймеконский район. Это дикие места, дикая природа, естественно, дикие животные. И вот так получилось, что в первом же походе мы встретились с медведем. Это было очень, как сказать, не то, чтобы страшно, это был какой-то такой шок. Я, когда его увидела, я потеряла, да, речи, но хорошо не крикнула, я просто тихо сказала, медведь. И все семь так спокойно остановились. Где? Я говорю, ну вот впереди, смотрите, метров в ста. А было уже часов в девять вечера, так немножко смеркалось, поэтому мы были уставшие, мы шли друг за другом. Ну, смотрели только, когда уставишь, обычно идешь только вот по тропинке, смотришь, что впереди идущего, да, ноги видишь. А тут так получилось, что, а, мы до этого увидели экскременты его, свежие, с скраплениями ягод. Да, говорят, это сразу первый признак. Да, и поэтому я такая сразу начеку и думаю, наверное, где-то он тут рядом ходит, и вот получилось, что... А что нужно делать, вот если вот он... А, ну вот, тогда я тоже, конечно, у нас до этого были инструктажи, как себя вести, у нас был фальшфейр, это сигнальный огонь, да, сигнал охотника у нас был. Поэтому мы сразу же начали кричать, стучать палками об деревья, ну и достали вот необходимые средства. Но они производят больше шумовой эффект и световой. Они пугаются, да? Да, они пугают, да. И вот он, к нашему счастью, он испугался и убежал, а иначе я не знаю, что было бы. Это взрослый был медведь, да? Ну, сказали, года три ему было. И вот именно в таких, наверное, ситуациях, да, каждый раскрывается, каждый человек открывается его истинное... Да, конечно, вот когда ты в месяц там были, ну, самый последний поход, самый большой, это был 36 дней, практически месяц, с одними и теми же людьми. И, конечно же, очень много различных ситуаций, когда проявляются какие-то внутренние качества, да, но к чести наших туристок, я хочу сказать, что в походы идут люди очень позитивные, энергетические, личные, доброжелательные, всегда готовые тебе помочь, да, таких вот не бывает стрессов. Все, наверное, сильные духом, да? Да, мы вот после первого похода 14-го года, все семь девушек, мы дружим до сих пор, общаемся, потому что это нас сплотило, наверное, на веки, наверное. Но можно сказать, да, что в походах вы находите себя. Да, это так и есть. Вот первый поход я пошла для того, чтобы найти себя, что-то понять для себя, да, ну, и поверить в свои силы. Тогда мне это было очень необходимо. Вот. Ну, а сейчас это уже как хобби, без этого невозможно жить. Мы знаем, что ваша младшая дочка, да, с вами тоже иногда ходит по ходу. Да, я беру их с собой в походы. Походы бывают разные. Есть многодневные, с большим рюкзаком, а есть туры выходного дня. ПВД мы их называем. Это где-то вот рядом, да? Да, ходим по сопкам вокруг, Камгалаский, Табагинский, Жатай. Вот, кстати, у нас есть небольшое такое увлечение. Разные группы туристов. Кто-то же любит много ходить, кто-то не очень любит тяжести таскать. Поэтому вот туристы разные. И то с одними, то с другими сталкиваешься. И вот у нас есть одна группа, которая ходит искать деревья. Вот есть на Покровском тракте очень такое. Аллукмас их называют еще, да? Это необычные очень деревья с необычной энергетикой. Вот мы ходили на Покровске, искали дерево. Потом в этом году мы ходили на Тулагино-Кильдямский наслег, искали такое же дерево. Ну и в каждом у Луси есть такое. Поэтому вот ездим близлежащие, особенно зимой. Многие думают, что туризм это летнее. Нет, зимой мы тоже ездим. Есть замерзшие водопады в Аймеконском у Луси. Вот мы были там в январе. Это очень интересно. Стравляли там Новый год с замерзшими апельсинами, мандаринами. Спасибо большое, Саргалана, за очень интересную беседу. Мы желаем вам удачи. А мы прерываемся на короткую рекламу, сразу после которой продолжим. Каждый человек индивидуален. Каждый ищет путь к себе по-разному. Кто-то становится парашютистом, кто-то идет в поход, кто-то занимается экстремальными путешествиями, а кто-то находит себя в сети интернет. Я передаю слово Саргалане и с ее рубрикой «Полезный инстаграм». С вами рубрика «Полезный инстаграм». С развитием новых технологий очень многие нашли себя в блогерстве. И давайте сегодня мы попробуем разобраться, кто же такие блогеры. Блогер – это человек, который ведет свой электронный дневник. Для него свой блог – это способ его самовыражения. В нем он делится своими мыслями, каким-то опытом, интересными рассказами. Делится своими красивыми фотографиями. И, на мой взгляд, успеха добиваются именно те, кто делает это искренне, с любовью, с удовольствием. Многим кажется, что стать блогером – это просто ты написал пару раз «Доброе утро», сделал красивую фотосессию, выложил классные фоточки в инстаграм. И все, там весь мир у твоих ног. Но в действительности это все совсем не так. Какие темы можно затрагивать и вообще как стать блогером? Да, давайте сейчас расскажу. Во-первых, нам нужно понять, о чем мы пишем. Не бывает так, что человек прям лучший во всем. Он круто готовит, он, оказывается, путешествует, он, оказывается, еще руками что-то делает. А он еще историк, а еще он археолог. Да, так не бывает. И мы должны определить себе несколько тем, в которых мы можем сказать какое-то свое экспертное мнение и делиться полезной информацией. Во-вторых, нам нужно понять, для кого мы пишем. Чтобы не просто пускать тонны информации в пустоту, мы должны примерно нарисовать нашего читателя. Кто это по полу, по возрасту, там, примерно какие у него интересы. В-третьих, ну, конечно, это фотографии, да, на Инстаграм, в Инстаграме, любят глазами. Поэтому, вот, лично у меня есть отдельный фотоальбом, где я именно, вот, хорошие, удачные фотографии, я все складываю туда. И потом, если у меня появится интересная новость, интересная мысль, да, я захочу что-то анонсировать и рассказать, вот, эти фотографии мне очень помогают. Да, я думала, нужно, ну, сразу вот сфотографировал и сразу написал. А можно, оказывается, копить красивые фотографии. Да, потому что в блогах очень важна регулярность, да, мы очень часто видим, да, думаю, вы со мной согласитесь, когда человек начинает вести свой блог, поначалу там у него драйв, его там прям прет его тема, а потом, ну, блогеры это творческие люди, а у всех творческих людей бывает, что бывает такой немножко творческий кризис, да, поэтому, если у вас есть очень хорошие новости, вы постарайтесь их разделить на несколько дней, и даже когда у вас бывает такое-то, что хочется закрыться, никому ничего не рассказывать, вы просто достаете из своего архива какую-то интересную новость и публикуете. Публикуем ее под соусом, типа она вот сейчас произошла? Нет, допустим, если блок тематический, да, вот, тематики блогов бывают самые разные. Это может быть блок фитоняшки, да, как сейчас модно говорить, это может быть блок про кулинарию, про материнство, да, если вы занимаетесь вот, ну, какой-то интересной деятельностью, вы можете рассказывать о ней, и... Ну, я вот, например, сижу дома, домохозяйка, и мне кажется, у меня в жизни ничего плохого, хорошего не происходит. Да, вот, и сейчас я бы хотела перейти к новинке, да, вот это обновление вышло буквально, вот я его заметила позавчера ночью, и сейчас я вас хочу научить, да, эта новая функция называется опрос, она появилась у нас в Инстаграме. Кто-то, если еще не видел, то давайте я вам расскажу, как это сделать. Да, мы открываем Инстаграм, заходим в сториз, выбираем вот, там наверху справа есть иконки, мы выбираем вот иконку, придумываем вопрос интересный какой-нибудь, да, я задала вопрос, стоит ли пойти в кино, вот, и видите, на выходные, то есть я могу сходить спокойно в кино, потому что 80% моих читателей сказали то, что фильм хороший. Вот. И мне хочется вот добавить, да, настоящий блогер – это тот человек, который делится, ну, интересной информацией с удовольствием, он любит то, чем он занимается, и очень важно осознавать, что когда вы становитесь блогером, вы несете ответственность за ту информацию, которую вы несете. И вот сейчас я хотела бы рассказать про людей, которые стали популярными им именно благодаря Инстаграму. Жена популярного рэпера Джигана Оксана Самойлова, да, стала популярнее своего мужа благодаря именно Инстаграму, и на сегодняшний день ее читают 6 миллионов человек, а ее мужа 2 миллиона, да, это разница в 4 миллиона человек. Мама Тимоти нашла отклик в сердцах более 2,5 миллионов человек, рассказывая о воспитании дочери, она очень мило рассказывает о развивающих занятиях, да, вот она даже себе говорит, что она просто бабушка. Вот. Также мы знаем о танцующей миллионере Джанлу Кавачи, который стал популярным благодаря своим танцам и роскошной жизни, и на сегодняшний день за его жизнь следует более 11 миллионов человек. Да, как круто, да, у них жизнь поменялась. Да, вчера буквально было 11 миллионов, вот видите, уже 11 миллионов и больше, да. Да. Как может жизнь, да, закрутить быстро и резко? Я думаю, что это бывает у каждого человека, когда возникает такое чувство, что хочется все поменять и не знаешь как. Не знаешь, как это сказать, семье, да, вроде бы и здесь хорошо, и работа у тебя все-все вроде бы устраивает, а тут большие перспективы манят. Как в этом случае быть? Да, девочки, я хочу вам рассказать о способе. Да, вот для нее нам понадобится доска, пожалуйста, я попрошу ее занести. Однажды у меня был вопрос, да или нет, да, быть или не быть, как говорится. И об этом методе мне рассказала Надежда Долбараева. И сегодня я хочу поделиться с вами этим инструментом. И давайте, пожалуйста, можно мне маркер, пожалуйста. Вот, так, инструмент называется диаграмма Декарта. Чтобы его сделать, нам нужно нарисовать квадрат. Квадрат. Мы делим его на четыре сектора и будем отвечать на вопросы. Да, я подготовила такой шуточный вопрос. Ну, нужна ли передача «Город женщин»? В первом секторе мы отвечаем на минус, минус. Чего не будет, если не будет передачи «Город женщин»? Помогите, девочки, вот чего не будет? Ну, если бы не было передачи «Женщин», то мы бы с вами не познакомились. Да, не было бы знакомства, да. Затем, чего бы у нас еще не было, давайте подумаем. Не было бы прекрасных советов. Да, я думаю, наши советы очень-очень помогают нашим телезрительницам. Замечательные героини. Героини нашей замечательной. Да, мы узнаем, давайте скажем, истории, да, мы узнаем очень много интересных жизненных историй. Следующий квадратик мы сделаем, так, это у нас будет минус, плюс. То есть, давайте переведем на нашу тему. То есть, мы отвечаем, чего не будет, если будет передача «Город женщин». Давайте я первое скажу. Не было бы рубрики «Фабрика идей»? Да, давайте вот, не было бы. Не было бы рубрики «Полезный инстаграм». Да, не было бы рубрик, извиняюсь за свой почерк, пожалуйста. Так вот. Ну, мы бы не попробовали себя в качестве ведущих. Ведущих, да. А еще, девочки? А если перевести на жизнь, вот, допустим, ты хочешь поменять работу и думаешь, да? А чего бы не было? Да, да, если вы там, если бы, вы думаете, то что, какие бы, я бы сказала, каких возможностей, да? Какие, да, возможности. Да, возможности. Взвесить все «да» и «нет». Внести. Так, берем этот квадратик, там у нас будет плюс-плюс. Плюс-плюс. Так, плюс-плюс. Давайте ответим на вопрос, что будет, если передача будет у нас? Ну, я думаю, что у телезрителей будет хорошее настроение. Хорошее настроение. Давайте мы напишем настроение. Будут новые гости, новые эмоции. Да. Гости. Давайте напишем эмоции. Много информации полезной. Эмоции и... Польза, да, я думаю? Да, польза, полезная информация. Да, польза. И завершая еще у нас четвертый квадратик, мы сделаем плюс-минус и ответим на вопрос, что будет, если не будет передача «Город женщин». Как вы думаете, вот я могу сказать, что не будет новых эмоций, да? Не будет эмоций, минусы стали. У нас не будет адреналина. Да, не будет адреналина. Адреналин и... Ну, не будет площадки, где все женщины могут делиться полезными советами об домашнем уюте, о гармонии. И как хорошо, что у нас она есть. И вы бы не узнали, что есть обувь Рикер. Осень – это время, когда хочется комфорта и тепла. Красивую, удобную обувь вы сможете найти в магазинах K+, C, Рикер, Саламандер, удобные обуви из Европы, где прямо сейчас представлена новая коллекция «Осень-зима-2017». Основное преимущество магазина – это то, что здесь представлены лучшие европейские бренды. Рикер, Саламандер, Марко, Този, Каприс, Тамарис, Янита, Кедда, Яна. Еще приятный бонус от магазина. После первой покупки вы сразу становитесь хозяином дисконтной карты. Карта постоянного клиента позволит вам в дальнейшем воспользоваться скидками. А формула предельно проста – больше покупок, больше скидок. Кстати, карта работает во всех пяти магазинах. Рикер – это не просто красиво и удобно, а прежде всего забота о вашем здоровье. Если у вас возникли какие-либо вопросы или предложения, вы можете обращаться к нам по телефону или писать в социальных сетях. Мы есть практически во всех социальных сетях. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы. Девочки, я хотела бы показать, что у меня получилось. Вот такая вот замечательная подушка-облачко. Я думаю, что она будет понимать настроение вам, когда вы будете приходить вечером и прислоняться к ней и чувствовать аромат мяты. Я хотела сказать, что я нанесла наше личико. Вот облачко спит, ротик и глазки – это с помощью черного контура для ткани. То есть можно он подсохнет, погладить его и можно его стирать. Каждый – единственный и неповторимый. И я хочу сказать то, что всегда верьте в себя и знайте, что вы лучший. Главное – это услышать себя. Всего доброго. До встречи в следующих эфирах. Спонсор передачи «Город женщин» – меховые салоны «Торнадо».